всем привет это free studio 21.com и перед нами очередная порция идиом я такие выбрала более менее жизненные короче говоря ну в общем сами все сейчас увидим итак идиома первая sex can't толстокожий что имеется ввиду здесь у нас так сказать перевод insensitive to criticism то есть не чувствителен к критике у них толстокожий это но в принципе даже не знаю как у нас это сказать у нас обычно когда говорят толстокожий подразумевают что это вот тонко слезы какой-то такой вот чувствительный обижается на все сразу чуть-чуть сразу плачет и все такое здесь более конкретно не чувствителен к критике ну что на это сказать толстокожий я не буду вдаваться в нюансы я напишу как есть толстокожий дальше будут примеры толстокожий иногда у нас говорят бессовестный иногда у нас говорят непробиваемый меднолобый непробиваемый можно так сказать так тоже есть такие непробиваемый то есть он непробиваемый ему говоришь а он все равно делает как считает нужным ничего на него не влияет едем дальше следующее выражение stone in one side что-то что вызывает неудобства значит у нас говорят заноза в боку или заноза в заднице и такое тоже встречается заноза в боку заноза иногда просто значит то что вызывает дискомфорт то что вызывает волнение то что вызывает боязнь какую-либо в общем говоря что-то такое что вот не дает покоя заноза в боку напишу литературно едем дальше 5 хейт вот это бесподобное выражение которого на которой честно говоря я не знаю какой русский эквивалент если кому если у кого есть какие версии можете написать в комментах и так 5 ведь особенно ненавижу особенно не люблю то есть я могу не любить там кучу всего но особенно меня бесит там вот то-то то-то и то-то особенно не люблю или как сейчас любит молодежь говорить меня это бесит меня меня особенно особенно бесит кстати это выражение достаточно интересное давайте посмотрим на него более детально слова pet мы все знаем что это домашнее животное домашний любимец а хейт это ненависть то есть ненависть которую я особенно в себе ну что ли так люблю или ну моя любимая ненависть если дословно но сами понимаете она не звучит конечно но тем не менее именно этом этим оно и является а далее еще одно интересное выражение его от гусь часть значит поиск чего-то без всяких результатов опять же но фактически о насколько я могу судить в русском языке ничего подобного нет я во всяком случае не могу ничего такого сейчас вспомнить но я даже не знаю ну как написать поиск без результатов поиск без результатов 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 едем дальше следующее последнее выражение особенно интересное неуклюжий если дословно в общем в общем все пальцы большие если так дословно его переводить значит у нас как говорят руки выросли от откуда вот оттуда руки не из того места растут не из того места выросли выросли вот таким образом что на это сказать интересное выражение на руки крюки тоже может быть руки крюки вот и так далее и тому подобное а теперь переходим к упражнению посмотрим что у нас здесь и возможно возможно это будет лучшая иллюстрация чем если бы я придумала предложение и так my student dad is a real чего-то там i won't be able to travel around asia until i have paid it off значит мой долг за за обучение это действительно ночью что-то там я не смогу поехать в азию пока я не расплачусь итак посмотрим что мы имеем что у нас есть икскинг понятное дело не подходит son in one side да это но сурный майнс из майсайд из реал сурн сурн и майсайд кстати есть шикарный синоним который впрочем не такой литературный не такой красивый но тем не менее это абсолютно то же самое пейн и майс бать вот такая может быть картина боль в заднице геморрой короче говоря значит а синоним то синоним но дело в том что son in my side это ну скажем так головная боль ну в общем ну мешает но жить можно далее юнити убивая чего-то там чтобы я получишь ага тебе нужно быть тебе нужно быть очень каким-то там чтобы быть политиком каким понятное дело толстокожим сэк 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 скинт вот таким образом а далее сам юр чего-то там ч Abbey у браке новое лжуин дебошинь а всем ты сегодня в общем не знаю что это уже вторая чашка которую ты разбил пока мыл посуду и так что у нас здесь здесь давайте посмотрим секс кинт у нас уже есть. Так. Soon in my side уже есть. У нас осталось три выражения. Pet head явно не подходит. Wild goose chase. Думаю, что нет. All fingers and thumbs. Руки не из того места выросли. Или же еще один вариант, которым я только что додумала. Слон в посудной лавке. Слон в посудной лавке. Кстати, насчет слона в посудной лавке у них есть такое выражение. Слон в посудной лавке. Это, кстати, калька с английского языка. Это выражение для русского языка не характерное, насколько, во всяком случае, я знаю. У них это звучит an elephant. Так все и будет. Elephant in a crockery shop. Вот такое дело может быть. Значит, теперь пишем All fingers and thumbs. You are all fingers fingers and thumbs. Вот такое. Это не значит, что человек всю жизнь, по жизни там какой-то неповоротливый. Это значит, что вот сегодня у него все из рук валится. Вот у тебя все сегодня из рук валится. Тоже может быть как вариант. Неуклюжий. Далее. I've just been on чего-то там all over town looking for that new Harry Potter book. Значит, я уже весь город оббежала в поисках новой книги о Harry Potter. Так, что же здесь может быть-то? В безрезультатных поисках, скажем там. Скажем так. Что мы имеем? Значит, это у нас уже использовано. Осталось wild goose chase. Да, это именно оно и есть. On a wild goose chase. Обратите внимание на предлог. A wild goose chase. Я бы никогда в жизни так бы не додумалась бы, наверное, сказать. Обратите внимание, он стоит в бесплодных поисках. Вот так это будет переводиться. Вот это все, это дело в бесплодных без без sorry бесплодных поисках. Вот таким образом. В поисках. Далее. My чего-то там is being put on hold when I phone someone. I can't stand it. Ага, ясно. Что я особенно ненавижу? Это когда меня просят, ставят в очередь, в ожидание, когда я кому-то звоню. Терпеть не могу такого. Итак, что мы имеем? Что у нас осталось? Правильно. У нас осталось только pet hate. И именно здесь оно и будет. My pet hate pet hate is чего-то там. Кстати, обратите внимание, что в предложении pet hate это дополнение. Или даже sorry, это даже здесь не дополнение, здесь это вообще подлежащее. поэтому имейте в виду, что pet hate это что. И поэтому у вас дальше будет pet hate is. И дальше у вас может быть инговая форма или может быть вообще подчиненное предложение, noun clause какой-нибудь, подчиненный clause. или же у вас может быть существительное. Что именно является тем, что вы ненавидите. Вот такая логика у вас должна быть. Из всех этих выражений наиболее часто употребляемое это, наверное, six-skinned, вот это, толстокожий. Далее, on fingers and thumbs встречается, я бы не сказала, что очень часто, но встречается. И уж точно вы не встретите wild goose chase. Ну, во всяком случае, не в разговорной речи. В газетах очень часто такое употребляется, но в разговорной речи вряд ли. Ну и pet hate в принципе может такое быть. Я, наверное, вот так меньше. Это наиболее часто употребляемое. Это так себе иногда. Ну вот, а это тоже так себе иногда. Вот. Все остальное sort in my side или pain in my butt как вариант. Можно употреблять, но осторожнее, друзья мои, с идиомами, потому что не переборщите. Здесь самое главное не переборщить. Советую вам, опять же, коллекционируйте эти идиомы, записывайте их с синонимами по возможности, а также по возможности с примерами. И также обращайте, пожалуйста, внимание, чем они могут быть в предложении. Что-то может быть определением, что-то может быть даже подлежащим, что-то может быть только обстоятельством и так далее и тому подобное. Это важно помнить, когда вы будете строить предложение. Спасибо за внимание. Если вам что-то не ясно, не стесняйтесь, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.